Это Площадь Победы. Место знаковое для каждого горожанина. Визитной карточкой Рязани площадь сияет на этих уникальных керамических панно. Вернее, сияло до прихода вандалов. Что за пустота в головах двигала владельцами баллонов с красками, мы уже вряд ли узнаем. А ведь это не просто фрески. Можно сказать, историческая реликвия. В середине 80-х, когда появляется центральный рязанский универмах, так он назывался сначала, потом стал барсом, появляется тогда же и панно в стиле майолики, скорее всего. Владимир Васильевич Семин, автор, заслуженный человек, член Союза художников, график. И, возможно, даже в соавторстве с Антониной Петровной Исаченко. 12 сюжетов, все святые места нашего города, включая Площадь Победы, памятник Политаеву, Театр Кукол. В общем, все самое лучшее. Пока что памятникам истории эти панно не признаны, но ихографичивание у рязанцев вызвало только негатив. В соцсетях даже призвали найти то самую Наташу. А для сотрудников дирекции благоустройства города чистка настенных картин создавала дополнительные сложности. Как отреагируют советские шедевры на растворитель, никто не знал. Чтобы не испортить плитку, мы взяли спецсредство специально по плитке и мы оттираем уже постоянно на протяжении уже долгого времени. Уборку, переходы и помывку стен здесь проводят еженедельно. В планах более кардинальные меры, которые позволят сохранить этот удивительный переход из прошлого в настоящее. В дальнейшем у нас запланировано закрытие стен прозрачным поликарбонатом для того, чтобы не попадало это все на саму плитку. И с поликарбоната как бы еще проще стереть все это и потом заменить так же, проще, чем затрагивать саму плитку, потому что мы боимся, она может там отваливаться, там еще что-то такое происходит, бьется. Опять же здесь будут осколки, можно ноги повредить и все остальное. А в дальнейшем уже, как бы, после этого все временного, я думаю, что, наверное, будет все-таки реконструкция, здесь будет все красиво и уже, я думаю, выведут, может, даже и камеры. Бороться с проявлениями такого вандального отношения к истории и облику собственного города, к сожалению, можно только наказывая. Установленные здесь камеры позволили бы легко выявить тех, у кого рука не дрогнула, закрасить эти мозаики. Пока камер нет, остается надеяться на сознательность и призывать людей быть бережнее к тому, что нас окружает. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город».